А вам доводилось бывать на камерных спектаклях? Если да, то вы счастливый человек. А если нет, то обязательно сходите, потому что это неописуемое удовольствие и восторг. Особенно, когда актёры дети. И сегодня юные театралы выступают в 9-й гимназии на 4-м открытом фестивале театрального искусства «Голден Пайнэпл». В роли конференсье шляпник из «Алисы в стране чудес», он же Глеб Глубаковский. Объявляют участников, а после с удовольствием смотрят сами спектакли. В принципе, всегда на театральных конкурсах царит какая-то такая атмосфера вдохновения. И ты прям вот, даже если что-то забываешь, ты всё равно говоришь это и говоришь что-то совсем другое. И ты просто... никто не понимает, что ты не то говоришь. Но всегда ты так говоришь это, что у тебя эмоции переполняют. И в принципе, всем без разницы. Главное, чтобы это было от души и искренне. Фишка театрального фестиваля «Голден Пайнэпл» в том, что все спектакли поставлены на английском и немецком языках. Необычен также и символ фестиваля – золотой ананас. В этом году здесь собрались не только березняковские коллективы, а также гости из Соликамска и Екатеринбурга. Ребята из театра английского языка «Дриммерс» поделились своими впечатлениями, конечно же, не выходя из образа. Потому что тут такой, видите, прекрасный коллектив, обожаю детей. Вот я вот, голову выше. Мне очень нравится быть выше. Я чувствую, будто у меня есть контроль над семьей. Чувствую себя очень такой доминантной. Я всегда хотела играть какую-то роль, и теперь мне показывается возможность не только ее сыграть, но и показать чувство характера этого героя. Всего в конкурсе приняли участие семь коллективов. На суд жюри представили 11 спектаклей по разным литературным произведениям. Бременские музыканты, Гарри Поттер, Буратино, «Приключения Томас Сойера» и многое другое. Жюри долго совещались, ведь каждая работа была на высшем уровне. Первое место у спектакля «Буратино» – театральной студии из Соликамска. А гран-при присудили нашим героям из Екатеринбурга – участникам театра английского языка «Дриммерс». Дмитрий Осташкин, Кирилл Яранцев. Наши новости.